обрезала я нить снова делать соединение здесь и запрятала кончик вставляем вот наш первый столбик который мы вязали вот в середину нашей средней ракушки крючок и вводим новую нить делаем соединение тягиваем и вот это будет наш и далее мы будем вязать по всему периметру вяжем два ряда у нас будут абсолютно одинаковые мы будем вязать столбиками без накида за счет этого ряда мы вот выпрямили выровняли наш вот этот квадратик он стал квадратным ровным и теперь нам нужно будет сделать просто обвязку вот следующие даже три ряда мы вяжем абсолютно одинаково поэтому показываю только этот ряд а второе 3 вы уже свяжите самостоятельно единственное что я в третьем ряду все-таки перехожу на более вот темный свет здесь я вижу два ряда светло серы и третий ряд я вижу темненьким серым у меня будет соединение тих на темном если вы вяжете одним цветом или вы можете менять цвет так как вам вот нравится вставлять там где его удобно на ваше осмотрение два ряда вижу светлым один ряд вижу темным здесь вяжем просто столбиками без накида сюда вяжу до угла покажу только как вот в углу мы вяжем все остальное просто столбиками без накида вот здесь зацепились и пошли в каждую петельку вяжем столбик без накида ничего не пропускайте иначе у вас потянет стягивать квадратик вот хвостик я который здесь я его вот ввязываю вязание чтобы не прятать потом просто отвязываю каждый в каждый столбик ничего не пропуская вяжем столбиками без накида таким вот образом хвостик я запрятываю так и вот смотрите здесь у нас вот получается вот такие вот перемычки между вот этими двумя столбиками вот в это мы провязываем перед двумя столбиками провязали столбик без накида и дальше вот получается у нас раз мы ее пропускаем и в арочку между двух вот здесь хорошо будет то есть провязали вот между двумя столбиками вот вот сюда этот пропускаем и в арочку вяжем точно так же два столбика без накида 1 2 2 воздушные петли 1 2 и 2 столбика без накида сюда же 1 2 здесь получается вот мы провязали в арку вот два наших столбика между ними вот этот столбик не запутайтесь то что здесь вот тоже похоже на столбик его тоже этот и этот мы пропускаем и он когда заканчиваются два наших столбик мы вяжем столбик без накида вот сюда таким образом и все по периметру делаем вот такую обвязку столбиками без накида до конца единственное вот пропускаем здесь вот по одному столбику и так вяжем 2 ряда следующем ряду когда дойдете тоже вот получается здесь провяжите вот эту пропустите в арочку вяжите 2 столбика без накида 2 накида 2 столбика без накида снова вот здесь пропускаете вот эту и начинаете вязать столбиками без накида вот здесь по прямой вот в эту думаю здесь все понятно и точно также вяжем третий ряд нить менять и на ваше усмотрение у меня еще раз повторю два ряда вот светло-серый и один ряд темный на этом вот наш квадрат получается закончен будет он выглядеть вот таким вот образом по количеству квадратов то есть получается у меня связано на мой размер ковра 6 вот получается здесь вот пропускаете вот по одной и вяжите все ты меня два ряда светло-серых и один темный и так по количеству квадратов у меня на мой размер получилось 6 если вы хотите ковер больше или меньше размера соответственно и количество квадратиков вам нужно будет вот этих вот мотивов связать больше но учетное число чтобы получилось красиво учетное число вяжем как только до вяжем можете приступать к просмотру следующего видео я покажу как мы будем их соединять наши квадраты все вяжем и так связали мы с вами 6 квадратов здесь у меня все 6 получается и теперь у нас осталось самое простое соединить эти квадраты между собой и сделать обвязку ковра по краю как мы будем соединять берем мы две половины таким вот образом соединяем их делаем так чтобы наши петельки от 1 2 половины были на одном расстоянии тесет здесь у нас вот две воздушечки соответственно здесь две воздушечки просто вот уже начала соединять и соединяем мы просто обычными стежками соединительными петельками вот первый квадрат который его ближе к вам мы подхватываем заднюю петлю вот косичка наша и мы подхватываем заднюю а квадрат который дальше от нас мы подхватываем у него переднюю петельку вставляем крючок и делаем вот такой стежок здесь будет здесь получается за заднюю петлю подхватили здесь получается за переднюю петлю вот косичка наших столбиков без накида вот за нее вот сюда вставляем крючок и провязываем соединительную петлю еще раз покажу здесь получается вот косичка за заднюю петлю полупетлю и вот здесь косичка вот от 2 2 квадрата за за переднюю вот которая ближе к нам и провязываем соединительные петельки и так нам нужно будет соединить все шесть квадратов если как у меня 6 их может быть у вас их больше или меньше нужно будет соединять после того как мы все это соединим нужно будет сделать еще обвязку по краю столбиками без накида я покажу как это делать и соответственно после того как изделие уже будет готова обязательно его отпарить соединяем все квадраты и останется у нас последнее это сделать обвязку нашего края ковра соединили все наши мотивы вот такое у нас получается соединение если у вас сейчас подтягивать немножко ничего страшного после как вы все это отпарить она все выровняться и что у нас остается у нас остается только обвязка по краю я вот уже начала обязать семья я закончила вот соединение вот на этом квадрате и не отрезая нить я вот пошла просто обвязывать столбиками без накида по всему периметру ковра мы обвязываем столбиками без накида здесь ничего сложного нет единственное на углах нам нужно будет делать при бабочки для того чтобы наш угол не собирался внутрь делаем прибавки здесь просто в каждый столбик без накида провязываем столбик без накида вот таким вот образом и так вот весь периметр он подровняется тогда закроются вот вот эти вот неровности и ковер станет более презентабельного вида вот прям во все во все столбики проходим вот здесь даже там где вот у нас были при бабочки тоже их провязываем а вот в эту вот арочку в 2 воздушную мы провязываем 3 столбика без накида 1 2 и 3 все мы повернули вот у нас получился вот такой вот уголочек он не будет тянуть и будет ровный и пошли дальше и так в каждых четырех углах мы будем вязать в арку из двух воздушных петель которая была вот у нас на концах наших мотивов будем вязать по три столбика без накида вот таким и вяжем вяжем по всему периметру если у вас есть желание я обвязываю последние вот эти вот ряды тоже темно-сером можно сделать полосочками можно сделать там белым какими цветами вы вяжете можно провязать не один ряд а два или три для того чтобы увеличить наш коврик тут уже на ваше усмотрение как вам нравится и после того как провязали вы последний ряд не важно сколько у вас вы тут провяжите 2 3 4 полосатые они у вас будут последний ряд я рекомендую чтобы не снимать дополнительное видео я щас прям сразу покажу вот когда закончите здесь делаете вначале соединительную петлю и для того чтобы уплотнить вот этот вот край чтобы он не был вот таким вот рыхлым и был более плотным вот как только здесь сделайте соединительную петлю провяжите еще один последний ряд соединительными петельками вот сейчас я здесь прицеплюсь у вас здесь будет просто соединительная петля после того как вы закончите я чтобы не снимать новое видео вот вы присоединились а когда присоединитесь в начале и дальше просто проходите соединительными петлями петлями вот такими вот воздушками по всему периметру также по кругу пройдете и тогда края у вас станет более плотным и более ровно то есть он будет больше лучше держать форму все смотрите как здесь вот и как становится вот здесь когда мы проходим соединительными петлями как бы укрепляем край нашего ковра я думаю здесь все понятно ничего сложного в этом нет вот таким вот образом вот все наш ковер готов пожалуйста вяжите не забудьте поставить лайк для поддержки моего канала мне будет приятно всем хорошего настроения творческого вдохновения всего самого наилучшего то есть еще Продолжение следует...